Ребят, всем привет! Сегодня у нас воскресенье, уже глубоко за полдень, вторая половина дня. И по плану сегодня должен был быть выезд на мотоцикле, покататься, посмотреть, как он себя ведет. Но, во-первых, поворотники, которые до сих пор не установлены, их как бы нужно делать. Как-то кронштейн какой-то городить для них или еще что-то. И, во-вторых, блин, у нас погода такая пасмурная. Иногда идет дождик, иногда нет. И я вот так себе думаю, что надо заняться поворотниками для начала, все сделать, все подготовить. И если к тому моменту, к вечеру, уже погода более-менее устаканится, то можно будет выехать. А если нет, ну, значит, перенести на завтра, например. Так что, в любом случае, не буду терять времени. Наверное, поворотники начнут делать прямо сейчас. Кто-то в комментариях предлагал просверлить вот здесь вот отверстие и, собственно, вставить поворотник вот прямо туда, как это сделано по заводу. Но, вот видите, там внутри есть еще одна пластина. Сейчас постараюсь показать. Это вот такие вот усилители, чтобы усилить вот этот вот кронштейн. Потому что, когда на нем висит и фара, и обтекатель, и еще и поворотник, у меня на предыдущих вот этих кронштейнах, еще когда стояла старая вилка, уже два вот таких вот кронштейна трескалось. То есть, не выдерживали они вот этих вот нагрузок от вибрации, от вот этого перегруза. И было решено добавить вот туда вот эти самые усилители. Плюс этот кожух взять не Ижевский, а Днепровский он потолще. Ну и поэтому сюда поворотники особо не поставишь. Был вариант еще наварить еще одну такую же штуку с той стороны, но как бы мотоцикл уже собран. Сварка. Ну, это такое дело, которое лучше делать, пока деталь еще у тебя на столе лежит, а не стоит уже на мотоцикле. Поэтому план примерно такой. Вот на эти вот кронштейны, ну, болты сделать некий кронштейн, как люстру для дополнительных фар. И на эту якобы люстру, минимальную такую, на минималочках, повесить поворотники. И еще один вариант, он тоже рассматривается сейчас, сделать не сплошную люстру, а два вот таких вот, как бы, кронштейна, которые крепятся вот на эти же болты. Я уже с утра съездил в строительный магазин, купил удлиненные болты, чтобы сюда поставить, потому что у меня в запасах таких не оказалось. И купил немножко материала, из которого такие кронштейны, как уши, серьги, можно сделать. И сейчас, наверное, пойду. Такой вариант с серьгами, он менее трудозатратный, поэтому начну, по крайней мере, начну я с него. Может быть, как бы, все будет хорошо, и такие кронштейны мне вполне понравятся, как они здесь стоять будут. Продолжение следует... Ну и вот, есть две такие заготовочки, которые нужно будет еще и загнуть под определенным углом. Я тут такую черновую наметку уже сделал, но, наверное, до того, как загибать, было бы неплохо скруглить края, чтобы, ну, хоть как-то чуть-чуть это симпатично было. Оно и после, конечно, можно, после загиба, но сейчас это просто сделать удобнее, поэтому, наверное, сделаю я это все сейчас. Отмеряем, сколько тут в краешке, фиксируем, и потом вот так вот по кантику проводим. Ну и получится более или менее скругленная поверхность. Не забываем про очки. У меня неотложку офтальмологическую ехать лениво, я лентяй, поэтому средство индивидуальной защиты. Здесь отверстие на 10, это для крепления этого кронштейна к вилке, и здесь 12-е отверстие, собственно, в которое будут вставляться поворотники. Загну примерно, померяю, потом либо подправлю, либо по образцу согну также вторую. И, наверное, гнуть я буду без нагрева, просто в тисках. Возьмем молоточек побольше и будем потихонечку подстукивать. Я думаю, пока хорош, нужно пойти померить. Может уже и хватит. Так, ну вот сюда вставлен удлиненный болт. Надо еще будет во вторую часть то же самое сделать. Сюда надета шайба, чтобы компенсировать небольшой перепад высот между вот здесь и вот здесь. Чтобы было ровнее. Так, смотрим. Так, ну... По оси мотоцикла можно было бы еще чуть-чуть загнуть. Немного, но чуть-чуть загнуть еще можно. А потом примерить еще. Ну вот, подогнул. Еще разок надеваем. Опять смотрим по оси мотоцикла. Походу, чуть-чуть перебор. Или был перебор изначально, а я не в ту сторону подогнул. Ну, как бы то ни было, сейчас немножко распрямить и очередной раз примерить. Закинул старик не вот в третий раз. Так, смотрим по оси. Ну, вот сейчас уже что-то и похоже на правду. Так, да, я думаю нормально. Так и сделаем. Сейчас таким же образом сгибаю второй. Удобно, когда есть образец, да? Так, вот берешь. Оп. Все четенько. Так что, собственно, откручиваем. Ну и на всякий случай уже для очистки совести тоже пойдем померяем. на ту же сторону, потому что в другую сторону я еще не вставил удлиненный болт. Так что меряем. Так. Прижимаем. По оси смотрим. Чуть-чуть бы прокрутить. О, вот так. Нормально. Пока буду менять болт, эти детали я, пожалуй, задую. Хотя бы из баллончиков черный мат. Ну, чтобы я уже молчу там про какой-то внешний вид. Ну, чтобы хотя бы не ржавели. Пусть будут черный мат, красиво. Ну что, получается вот. Детальки уже можно сказать высохли. Аккуратненько их снимаем. Я так встаю, чтобы под дождь не попадать. Не я, не детальки, чтобы не попали. И здесь получается тоже все подготовлено. Болты вставлены длинные. Можно потихонечку, помаленечку детальки устанавливать. Болты, которые вот эти вот удлиненные, которые я купил, они имеют класс прочности аж 5,4 или 5,5. Сейчас посмотрю. 5,5. 5,8. Ну, даже если и 5,8. Короче, болты очень слабые. Поэтому, с учетом того, что этот класс прочности распространяется, собственно, не на сам болт, а только на резьбу, я взял гаечки удлиненные, чтобы распределить одно и то же усилие на большую часть резьбы. Ну, надеюсь, будет покрепче, потому что зажимать это дело нужно так от души хорошенько. Так, шайба, гровер и, собственно, удлиненная гайка. Или как она называется? Соединительная, усиленная. Не знаю, кто как хочет, тот так ее и называет. И вторую. Пока выставлю все это дело на глаз, чуть-чуть наживлю, подзатяну так слегка, а потом уже буду выставлять более точно. Так. Ну вот. Вроде как держится. Сейчас посмотрю со стороны. Так. Так. Ну. Вроде как и ровно. Можно подзажать. Опа. Один ключик на 17, второй ключик на 17. 12. Броня! Как Филипп Филиппович говорил. Ну. Можно и примерять потихоньку поворотники. Где у нас провода для них? Вот они. Ну. Вроде как и ничего так держится. И выглядит симпатично. Ну. Насколько это возможно для деталей, сделанных за час. Ну и как видим, на одном проводке у нас нет наконечника. Потому что правый поворот задействован-то не был. поэтому мы его сейчас немножечко загаляем и надеваем такую же маму, как и здесь. Так. 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 Вот они мои. Клажбики маленькие. Клажбики это пассатижики. Кто не в курсе. Так. У нас с детства была поговорка «Воскогубцы главный инструмент барабанщика». Это такой юморок специфический. Олдфаги поймут. Я имею в виду тех олдфагов, кто лет 30 назад имел дело с музыкой. Ну да ладно. В общем, обжимаем и потом продавливаем клему вот этим вот зубочком. Чтобы получилось такое как не как точечная сварка, но что-то типа как точечная запрессовка. Все, клемма готова. Сейчас я ее в такой же термоусадочку посажу, чтобы она не коротила ни обо что. И можно будет подключить ответную часть на сам поворотник. Где какая клемма я пока, честно говоря, и понятия не имею. поэтому... А, стоп! Знаю! Я же только что подключал правую. Значит, та, что была подключена изначально, левая. Так что вот сюда ее. Ну и, собственно, второй поворотничек. Интересно, они работать будут? Все там в порядке с лампочками, с контактами, вот с этим всем. Ну, не проверишь, не узнаешь. сейчас, собственно, и будем проверять. Так, только немножечко так вот по уровню их выставлю. Так. Ну что? подключаем, попробуем. Что-то тут клемма какая-то слабоватая. Надо бы ее поджать. Странно, вроде и новая. только с коробочки достал. Я вот так вот подприжму вот эти загнутые части, в которые вставляется штекер папа. Кстати, на него тоже термоусадку надо надеть. О, теперь контакт намного лучше. Так, ладно, с термоусадкой разберемся. с термоусадкой мы разберемся. А пока просто проверить хотя бы. Так, зажигание. Правый поворот. Есть. Левый поворот. Странно. А почему он мигает так слабо? Точнее, так быстро? Хм, ничего не понимаю. Неужели у меня там светодиодная лампочка где-то стоит? Ну, ладно. Лампочку-то поменять дело не хитрое. Успеем. А суть в том, что контакт везде есть. Поворотники я подключил правильно, и их можно подзажать. Здесь у нас, по-моему, ключик на 19. Да, ключик на 19. Ага. Отлично. Тут уж совсем насмерть скрутить не буду. Вроде как оно тут и не требуется. Но более или менее что-то затянул. Сейчас тогда вот это соединение немножко доделаю. Тут можно как бы это сказать укоротить и одеть термоусадку. проверочка. Просто даже предположить не могу почему. Может сзади диодная лампочка. Ладно, как бы то ни было мигает и слава богу. А погода как видите нифига не радует. Ну, точнее как, погода-то ничего. Для покатушек она слабо подходит. Так что, наверное, уже не сегодня. Поэтому на сегодня я, собственно, буду и прощаться. Все, ребят, видите, не получилось прокатиться. Так что, всем счастливо, удачи!